Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в селекционном центре агрофирмы Аэлита и разговор у нас пойдет о разнообразии гибридов огурца. Борис Исаевич Мамедов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, нам расскажет об особенностях некоторых гибридов и, самое главное, даст несколько советов, как можно добиться от них той урожайности, о которых идет речь на пакетиках сзади, на характеристиках. И первый из гибридов, который мы представляем, шпингалет. Откуда такое название, что можно у него собирать и пикули, и корнишончики, это маленькие такие огурчики, и стандартные зеленцы. Вот что отличает этот гибрид? Гибрид шпингалет – это раннеспелый партинокарпический гибрид огурца, рекомендован для выращивания как в условиях открытого грунта, но в то же время для условий пленочных теплиц средней полосы России. Гибрид раннеспелый, средний ранний, в зависимости от региона и условий выращивания. Первые плоды вы можете уже собрать в 40-45 день после появления сходов. В принципе, можно сеять в прямом посевом грунт, можно выращивать рассадой. Огурец пучкового типа, очень короткими между узлями, но сильно рослое растение. Требует формирование, стандартное формирование, требует уход на одной ярусе, ярусе может быть формировать от 4, 6, 8 в зависимости от условий кормления, полива и так далее, завязей. И этот гибрид еще хорош тем, что его можно использовать плоды, как самые маленькие пикули, можно использовать корнишоны, можно и стандартные зеленые, стандартные плоды для соления, для маринования и так далее. Давайте покажем. И самое главное, там еще один момент, гибрид требует регулярный ежедневный сбор плодов. Если этого мы делать не будем, то один огурчик развивается, а вот этот весь кучок замирает. Да, остальные замирают, ничего не получают, поэтому из-за этого получается пожелтение, осыпание цветков и так далее. Регулярный полив, регулярный сбор, регулярная подкормка, и вы будете получать от этого шпингалета полный урожай. Вот эти маленькие пикули и корнишончики, их можно мариновать в маленьких баночках, то есть это такой деликатесный огурчик, ресторанного типа, очень хрустящий, что отличают вот эти пикули и корнишончики. Если вы у обычного огурчика попробуете такой маленький, маленькую зависть фактически снять, она травянистая, она не сочная, не упругая, а вот у этого огурчика, у шпингалета, это прям такой хрустященький, плотненький, хорошенький огурчик. Вот они, так скажем. То есть вот эти вот маленькие огурчики мы проходим, собираем и получаем. Мы как бы ничего не теряем, да, мы используем вес урожая, можно и в таком варианте, да, и также можем использовать такие вот. Длительные плодоношения именно за счет вот этой пучковости. Стандартные плоды там, да, можно использовать. И таким образом, в принципе, мы как бы освобождаем немножко растения от тяжести, потому что самом деле кормить надо все это. И плюс, можно готовить себе деликатес. Как мы заметим, да, плоды, стандартные плоды, это 8-10 сантиметров, 12 сантиметров, больше не надо держать. Очень плотные щипы, как видим, да, мелкощипованные, там, да, окраска плода темно-зеленая в верхней части и чуть-чуть белеватая полосками в нижней части плода. Если вот такие растения, необходимо сажать, во-первых, это 2-2,5 растения на метр квадрат, и плюс необходимо их формировать. Это вот то, что мы назвали температурные и влажностные режимы, плюс формирование растений, и самое главное, регулярные подкормки. В принципе, надо подкормки давать практически через полив. Вот имейте в виду, например, огурец, растение огурца, выносит с почвы ежедневно с гектара 14 килограмм калия. Ух ты! Вот, чтобы это вот ежедневно считать полтора грамма калия. Вот, исходя из этого, значит, требуется, вот видите, вот здесь мы видим, абсолютно здоровый, зеленый, красивый, живой, свежий, да. Это за счет вот как раз использования комплексных удобрений, где есть не только азот фосфор калий, но также и такие микроэлементы, как там кальций, бор, там, и другие, там, органец и так далее. Поэтому, еще раз, температурный режим, можем заметить, нижний ярус осыпан плодами, зеленцами точнее, где было условие окружающей среды оптимально, то есть температура на улице, температура внутри теплицы были более-менее так и выровнены. Потом, когда пошли вот эти жаркие дни, мы видим в верхней части, пучковость немножко ослабевает. Да, у нас жара была выше 30 градусов. Выше 30 градусов, поэтому в таких условиях, я еще раз повторяю, температурный режим, особенно... А для этого проветривание? Да. Вот в этом случае мы создаем оптимальные условия. Влажность не накапливается, капли не накапливаются, что очень вредно для таких растений, когда холодный капель в ночное время падает на растение, вызывает различные заболевания. И плюс, если жаркие дни, температуру, вот эти открывания, этот процесс делать надо прямо с утра. С 8 утра, когда мы это делаем, мы резких перепадов не делаем, да, вот когда улица и внутри почти одинаковая температура, открываем и потихонечку согревается. Ну и ладно, вот плоды, вот такие стандартные. Урожайность вот этого гибрида мы можем получить, ну, естественно, зависимость от, как ухаживаем, 12, 15, 18 килограмм с единицей площади. Это зависимость от того высоты теплицы, естественно, на основном, принципу, этот огурец может расти и 2,5 метра, и 3,3 метра. Когда достигает вот эту верхнюю проволоку, аккуратненько необходимо его проворачивать вокруг этого и потом опускать обратно. Итак, вот мы видим плод. Если мы разрежем, посмотрим. Мелкие, мелкие. Вот видите, очень плотные следы семечек, точнее здесь семечек нет, потому что они парканопартинокарпические. Такая вот окраска такая приятная, зеленоватая, получатся вот такие. Вот попробуйте на вкус. Вот, заметьте, очень хрустящий. Да, я думаю, слышно, хруст слышно. Да, и аромат. Самое главное, вот мы чувствуем вот свежесть. Аромат сладкий, дорогие друзья. Не просто аромат свежий, аромат сладкий. Да. Вот это вот у нас такой гибрид шпингалет. Шпингалет. Так скажем, по использованию плодов это универсального типа. И карлищон, и зеленец, и пикули. Угу.